Время новостей на канале Абаза. А в студии Неса Дубинина. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Искренними соболезнованиями. День траура в посольстве России. Розыск по фотороботу. Правоохранительные органы распространили советский портрет предполагаемого убийцы. День войской славы России отметили в Абхазии. В Ачамчире светили российский боевой катер. В посольстве России в Абхазии сегодня практически весь день была открыта книга памяти и соболезнований в связи с гибелью первого секретаря вице-консула посольства Дмитрия Вишернева. Сегодня утром президент Александр Анква посетил посольство Российской Федерации в Абхазии. Президента сопровождали вице-президент Михаил Логуа, премьер-министр Леонид Лакербая, глава администрации президента Беслан Кубрава. Президент оставил запись в книге соболезнований. «Дорогие друзья, глубоко возмущен убийством Дмитрия Вишернева. Это очень тяжелая страница в новейшей истории Абхазии. Мы приложим все усилия для поимки преступника и тех, кто его направил на это подлое убийство. Передаю свои глубокие соболезнования родным, близким, покойного, всем, кто с ним работал и знал его», – написал Александр Анква. С 11 утра в посольстве России в Абхазии была открыта книга памяти и соболезнований в связи с гибелью Дмитрия Вишернева. Чтобы оставить свою запись, в книге сюда пришли сотни людей – представители государственных структур, общественности, интеллигенции, школьники и студенты. Они подходили к послу Абхазии в России Семену Григорьеву, чтобы выразить свои соболезнования от имени всего абхазского народа. Строки полные искреннего сочувствия заполняли листы книги памяти. Вместе с горем и скорбью люди полны возмущения, подлостью и вероломством убийцы. Они уверены – это преступление не сможет бросить тень на дружбу Абхазии и России. В канун пятилетия официальных дипломатических взаимоотношений России и Абхазии – это убийство подлое, убийство ужасное. Я думаю, это не омрачит, конечно, наши абхазорусские взаимоотношения. Писатели потрясены. Другого слова здесь не скажешь. Мы выражаем свое глубокое соболезнование в семье погибшего, всему дипломатическому корпусу. Глубоко сочувствую моей большой родине России, сочувствую моей родной Абхазии. Это наш общий сын, наш общий брат. Я лично неплохо знал Дмитрия. Он человек высокой культуры, общительный, в высоком смысле слова дипломат. Если бы не было таких дипломатов, как он, Абхазия не стала бы признанной. Это заказное убийство, чтобы разрушить дружбу Абхазии и России. Пришедшие также желали скорейшего выздоровления супруге Дмитрия Вишернёва Ольге, которая по-прежнему находится в отделении реанимации республиканской больницы. В этот день в посольство шли и старый млад, чтобы выразить свою солидарность с семьей Дмитрия Вишернёва. Горе российского народа народ Абхазии принял как собственное. Книга памяти была открыта в посольстве сегодня до 17 часов. Тело убитого дипломата всё ещё находится в Сухуме. В ближайшее время Дмитрия Вишернёва увезут в Псков, где он и будет похоронен. Рустам Зонтария, Торник Амичба, Абаза ТВ. Представители Совета старейшин всех районов республики пришли сегодня в посольство России в Абхазии, чтобы лично передать слова сочувствия коллегам Дмитрия Вишернёва. Как сообщает Обсны пресс, в это же время сюда пришла мать погибшего дипломата Лидия Фёдоровна Вишернёва. Она подошла к каждому из старейшин, обняла их и поблагодарила за соболезнования. «Мой сын очень любил Абхазию, и я тоже её очень люблю. Я не в обиде на Абхазию и на абхазский народ, но убийца лишил меня самого дорогого, единственного сына», – сказала Лидия Вишернёва. «Я рада, что мой сын мог сделать что-то полезное для Абхазии». Сегодня правоохранительные органы Абхазии распространили фоторобот предполагаемого убийцы первого секретаря вице-консула посольства России в Абхазии Дмитрия Вишернёва. Фоторобот составлен по рассказам очевидцев преступления. Приметы разыскиваемого на вид примерно 25-28 лет, рост 165-175, худощавого или среднего телосложения, славянской внешности, цвет глаз карий, волосы русы с удлинённой чёлкой до глаз, вытянутый овал лица. Был одет в тёмно-синие джинсовые брюки, толстовку чёрного цвета с капюшоном на молнии, вдоль которой с обеих сторон просматривается красный шоу в виде окантовки. На передней части толстовки надпись красного цвета. Если кто-нибудь обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба звонить по телефону 226-41-41, 229-74-30, 229-72-73 или 02. По словам начальника следственного управления генпрокуратуры Джамала Гогия, следствием отрабатываются различные версии, в том числе связанные со служебной деятельностью и кругом обязанностей, возложенных на Дмитрия Бешернева как на первого секретаря вице-консула посольства. Рассматривается также политическая версия, направленная на подрыв абхазо-российских отношений, а также бытовая. По словам Гогия, все версии для следствия являются одинаково ценными. На данном этапе предварительного следствия ни одной из версий, отрабатываемых следствием, не придается приоритетного значения. Состояние Ольги Вишерневой стабильно тяжелое, без отрицательной динамики. По словам главврача Республиканской больницы Наргиза Харчилава, это уже внушает оптимизм, так как на этом этапе врачи не исключают осложнений. Женщина пока находится в отделении реанимации. Сегодня президент Александр Анква посетил отделение реанимации Республиканской больницы, где после операции находится жена убитого Дмитрия Вишернева Ольга. Главврач Республиканской больницы Наргиза Харчилава и нейрохирург Александр Свинухов, который проводил операцию вместе с другими врачами больницы, проинформировали Александра Анква об состоянии раненой, сообщает Управление информацией при президенте. Сегодня по инициативе юго-осетинской стороны состоялся телефонный разговор президента Абхазии Александра Анква с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым. Леонид Тибилов выразил обеспокоенность убийством российского дипломата в Сухуми, совершенным в день пятилетия установления Российской Федерации дипотношений с Абхазией и Южной Осетией. Леонид Тибилов заверил Александра Анква во всяческой поддержке, сообщает Обсный пресс. Президент США Барак Обама в своем телеобращении к нации заявил, что Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, но нанесут ограниченный удар. Ограниченный удар по Сирии может вынудить диктатора Асада подумать дважды перед тем, как снова применить химоружие, сказал глава американской администрации. По его словам, администрация США уверена, что возможное применение военной силы в Сирии в ответ на использование химоружия соответствует интересам американской национальной безопасности. Вместе с тем, президент США подчеркнул, что продолжит консультации с Владимиром Путиным по дипломатическому решению «Сирийская проблема». Госдума России сегодня приняла заявление, в котором призвала международное сообщество не допустить агрессию в отношении Сирии, конфликт с которой, по мнению российских депутатов, может быть разрешен только в рамках Женевской конференции. Стремясь всеми доступными силами предотвратить катастрофу Госдумы, обращается к Конгрессу США и парламентам других государств с призывом не дать осуществиться планам агрессии и сосредоточиться на поисках путей мирного разрешения внутрисирийского конфликта, пока это возможно, говорится в заявлении Госдумы. Флагман Черноморского флота России – гвардейский ракетный крейсер «Москва». Прозванный в НАТО убийцей авианосцев через Гибралтарский пролив совершил переход из Атлантики в Средиземное море и направился к берегам Сирии, где возглавит группировку ВМФ. Как сообщил Интерфаксу, в среду военно-дипломатический источник командования крейсером осуществляет гвардии капитан первого ранга Сергей Тронев. По его словам, 15-16 сентября крейсер «Москва» прибудет в назначенный район Восточного Средиземноморья. День воинской славы России отметили в дивизионе сторожевых пограничных катеров в Ачимчире. При праздничных мероприятиях приняли участие представители духовенства и ветераны пограничных войск. Подробности в репортаже Останда Арземба. 11 сентября в российском дивизионе сторожевых пограничных катеров в городе Ачимчире особенный день. Здесь отмечают очередной день воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием адмирала Ушакова над турецкой эскадрой Умуса-Тендра в 1790 году. В 18 веке эта победа обеспечила прочное господство русского флота на Черном море. Это была блестящая победа. Суворов откликнулся на победу русского флота. Виват Ушаков. Да, пальма первенства на Черном море прочно переходила к русскому флоту. Он надежно перекрыл вход в устье Дуная, где неприступной глыбой выселся из Маил. Со времен сражения Умуса-Тендра прошло много времени и изменилась геополитическая обстановка в мире и в регионе. Однако и сегодня русский флот несет службу на Черноморском побережье и осуществляет охрану морских границ нашей республики. Ачемчира – пункт базирования сторожевых кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ России в Абхазии. Праздничные мероприятия, связанные с Днем воинской славы, здесь традиционно начались с церемонии поднятия флага. Празднование Дня воинской славы совпало с еще одним знаменательным событием в истории дивизиона береговой охраны. Боевому кораблю исполнился год. В честь праздника его было решено осветить по старинной русской традиции. Сегодня в дивизионе пограничных стражевых катеров два знаменательных события. Первое – это годовщина победы русского адмирата Федора Федоровича Ушакова на Черном море у мыса Тендер, который разгромил турецкую эскадру. И второе – это годовщина, то есть год катеру ПСК-311. Год назад на нем был впервые поднят флаг береговой охраны Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И в честь этого события было принято решение осветить этот катер, который, надеюсь, в дальнейшем будет с честью охранять рубежи Республики Абхазия. Для носящихся к защищению и заступлению истинной Христовой. Аминь. Чин освящения корабля – это один из церковных чинов освящения, который был приемлен еще до революции в царской армии. Освящались знамена, освящались вооружения воинов, освящалась техника, освящались корабли. И сам чин данного корабля, он прежде всего предусматривает, при его читании молитвы. И когда читается молитва, то сам Господь, сам Господь, он благословляет данное судно и тех людей, которые несут службу, чтобы, будем говорить, оберегать их во время несения службы на море. Поздравить личный состав дивизиона пришли и ветераны. Павел Васильевич Мочалов более 20 лет посвятил службе в пограничных войсках. Уйдя на пенсию, остался подполковником в запасе. Он отметил, что современная техника предполагает и большую ответственность личного состава. Вы профессионалы, вы призывались, отдали добровольно свою жизнь, свое будущее в охране границы, как моряки-пограничники. Это на вас возлагает, естественно, больше ответственности современной техники, современное оборудование и современные его возможности, для того, чтобы граница наша охранялась длительно и качественно. По окончании торжественной части действие перенеслось в центр города Ачимчира. Здесь, в средней школе номер 2, ветеран пограничных войск провел открытый урок со старшеклассниками. В День воинской славы он рассказал молодому поколению об истории Черноморского флота России и нелегкой службе в пограничных войсках. 11 сентября – день гибели видного государственного и общественного деятеля Абхазии Юрия Николаевича Воронова. 18 лет назад он был предательски убит в подъезде собственного дома. Организаторы убийства до сих пор не названы. В этом году Юрию Воронову исполнилось бы 72 года. По сложившейся традиции, в этот день к могиле Юрия Воронова приходят его родные и близкие, соратники, учащиеся столичной школы номер 3, носящие его имя, чтобы возложить цветы и почтить память истинного патриота Абхазии. Правительство России одобрило проект соглашения между кабинетами министров России и Абхазии о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи, включая лекарственное обеспечение, передает и Тартас. Распоряжение правительства России подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Соглашение предусматривает оказание бесплатной специализированной экстренной медицинской помощи гражданам обоих государств при их нахождении как на территории Абхазии, так и в России. Очередной раунд женевских дискуссий планируется провести в ноябре этого года. С целью подготовки к нему в Южную Осетию сегодня прибыли сопредседатели женевских дискуссий. Ранее они уже побывали в Тбилиси. В пятницу, 13 сентября, иностранных дипломатов ждут в Сухуми. По инициативе членов правления общественной организации «Союз ветеранов отдельного полка внутренних войск Республики Абхазия» для представителей СМИ Абхазии была проведена пресс-конференция. Встреча с журналистами была посвящена действиям бывшего депутата парламента Абхазии Павла Лещука. Еще одной темой разговора был судебный процесс, начатый по иску Юрия Ардзенба, одного из членов правления ветеранской организации и соучредителя компании «Диптонсим». Подробности в репортаже Белла Кварчия. Юрий Ардзенба и Павел Лещук являлись соучредителями дома отдыха «Чайка» в Гагре. Деятельность Лещука как в этой фирме, так и в целом ряде других, по заявлению Юрия Ардзенба, была недобросовестной и имела цель личного обогащения путем обмана и мошенничества. По мнению Ардзенба, орден Леона, полученный Лещуком за заслуги в Отечественной войне народа Абхазии, еще одна фальшивка. Этому человеку, уверен он, удалось всех провести, попросту околачиваясь рядом с военными. Более того, у Ардзенба нет сомнений в подрывной деятельности Лещука. Он был везде, он главнокомандующий, он создал Абхазскую гвардию, он создал Министерство обороны, он все, но в то же время ничто. Период правления нашего первого президента Владислава Григорьевича, он был привлечен к уголовной ответственности, но кто-то его предупредил и он сбежал с территории Абхазии. Поддельников его мы успели задержать, те, которые подрывной деятельностью занимались. Юрий Ардзенба поведал о том, что после войны Лещук продолжил свою деятельность в Москве, где под предлогом помощи Абхазии пристроился к бизнесмену Тиграну Цатуряну. Эта близость была фатальной для последнего, вскоре бизнес Цатуряна перестал существовать. По этой схеме Лещук действовал и в Абхазии после ухода Владислава Ардзенба, создавал фирмы-однодневки, получал с них все, что можно и бросал с долгами. На территории Абхазии Лещуком было создано несколько, это значит была создана фирма «Аркопарм», где они продавали лекарства фальшивые и наркотики по территории Абхазии. Вторая фирма была создана, значит, «Адитон», «Аврора» и так далее, и в том числе «Медиагент Створица». Здесь, здесь создано. Еще тех, которых еще мы даже не знаем. Он является и соучредителем Гагробанка, кстати. Он и некий Турусов. Юрий Ардзенба продемонстрировал более 20 печатей, которые были обнаружены после отъезда Лещука из Абхазии. Есть здесь печати кабинета министров Абхазии, консульского отдела российского посольства, печати о гражданстве России, печати министра обороны, печати военкоматов городов и районов и так далее. Остапу Бендеру надо учиться у Лещука. Перед ним, честно говоря, надо снять шляпу подобного афериста-профессионала. Он не меня только обвел, еще раз повторяю. Он таких людей здесь обвел, что они до сих пор не могут понять, что с ними произошло. После избрания депутатом парламента Абхазии Лещук не мог заниматься коммерческой деятельностью. Поэтому везде в составе учредителей числилась его супруга Вера Блинова. Именно с ней сегодня судится Юрий Ардзенба и пока безуспешно. Адвокат Ардзенба Амяни Логуа утверждает, что суд допустил ряд нарушений, в том числе в той части, что он без допроса истца и ответчика приступил к прениям сторон. Также суд не учел результаты экспертизы, которая доказывала, что подпись Блиновой под договором была поддельна, как и паспорт Блиновой, который был признан независимой экспертизой фальшивым. Более того, обо всех этих фактах суд не сообщил в прокуратуру, что был обязан сделать. Адвокат надеется, что все эти факты учтет Верховный суд. Это не только материалы в прокуратуру, имеется в виду один из моментов, который нужно сделать. Но речь идет вообще об отмене этого решения в целом. Оно незаконное. Я надеюсь, я думаю, что касационная коллегия правильно разберется в этом вопросе. По словам доверенного лица Юрия Ардзенба, Карины Погосян, Вера Блинова находилась в составе учредителей медиаагентства РИЦА. Ныне это зависшая фирма, на которой 3 миллиона 800 тысяч рублей долга. Кредиты под медиаагентство РИЦА брались в Сбербанке Абхазии. Кстати, прокуратура сегодня расследует условия выдачи этого кредита. Активными кредиторами были Черноморский банк развития и Фининвестбанк, который сегодня на стадии банкротства. Все кредиты шли, начиная чуть не с 2007 года. Конечный долг составил 17 миллионов рублей. 52 миллиона – те деньги, которые Лещуку лично поступали на депозитные счета от российского спонсора Юрия Лаптева, который руководит фирмами Диптон Интерпрайзес Лимитед и Кленси. Они находятся в офшорах на острове Мэн, британские и Виргинские острова. Бизнесмен, так же, как и Юрий Ардзенба, является соучредителем фирмы Диптон Си в Абхазии. Все вопросы, касающиеся организационных и так далее, Лещук занимался сам. Я тоже был соучредителем РИЦИ, медиагентства. И не только я. И Зураб Сергеевич Багапш был соучредителем РИЦИ. Но мы видели там то же самое, что видим сейчас в Азисоте. Что делал Лещук? Он изымал оттуда средства, довел организацию до ручки. На 3 миллиона 800 тысяч он наказал организацию. Директором был АЧБА. Там, значит, еще были. Но не Багапш, Зураб Сергеевич, не я к этому отношению никакого мы имеем. Пресс-конференция длилась около двух часов. Главным ее итогом стала уверенность, что в этом деле предстоит еще как следует разобраться. Белла Кварчия, Александр Чернов, Абаза ТВ. Государственный ансамбль танца Абхазии «Кавказ» выехал в город Волгодонск Ростовской области для участия в качестве гостя в фестивале фольклорных ансамблей атомных станций России. Как рассказал в интервью Абаза ТВ руководитель ансамбля «Кавказ» Кандид Тарба, его пригласили в состав жюри фестиваля. Кандид Тарба также поделился ближайшими планами. Мы очень тщательно будем готовиться к празднованию 20-летия победы нашей великой. И я надеюсь, что коллектив ансамбля «Кавказ» достойно выступит на большом празднике 20-летия, это 30 сентября. А вот в первых числах октября нам предстоит поездка в Чечню, Ингушетию и с заездом во Владикавказ. Сколько я знаю, у нас будет совместный концерт с чеченским ансамблем, очень солидный коллектив, у них ансамбль «Войнах» называется. И будет совместный концерт в Грозно. Потом, в конце декабря, мы приглашены на международный фестиваль «Синегория», называется «Челябинскую область». Юная сухомская дзюдоистка Диана Чалян заняла первое место в завершившемся днях в Майкопе чемпионате Южного федерального округа России. Как сообщил об Азатовой старший тренер Андрей Погосов, Диана показала красивую борьбу и одержала три убедительных победы весовой категории до 63 килограммов. В ходе соревнований выявлялись сильнейшие спортсмены, которые в октябре будут представлять Южный федеральный округ на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Сейчас о погоде в Сухуме. По сообщениям синоптиков, 12 сентября в столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23, ночью 17, морская вода плюс 25. На этом выпуск новостей завершил. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова